Урок 9. Подведем итоги того, что мы с вами прошли. А прошли мы с вами падеж, мяновник, именительный падеж во множественном числе. Давайте вспомним, что независимо от рода, все прилагательные во множественном числе в именительном падеже, а также в винительном падеже, так как окончания совпадают в этих падежах во множественном числе, будут иметь окончание «э». Окончания у существительных в мужском и женском роде совпадают. После твердых окончания «ы», после «кг» и, после специальных польских букв с креской, с кропкой, сдвоенных, также после мягкого «ни» и после букв «ц», «л», «й» идет окончание «э». В среднем роде у существительных всегда окончание «а». И важный момент, что мы разбираем множественное число именительного падежа формы «онэ», то есть не лично мужская форма. Что это за форма? К этой форме могут относиться женщины, женщины, дети, дети. Сюда же относятся еда, животные, мебель, все что угодно, когда у нас нет ни одного мужчины. Мы говорим о форме «онэ» в мужском, женском, среднем роде. Также мы можем сказать «мое», «твое», «те», «тамте», то есть «мои», «твои», «эти», «те». И также ставим окончание «э», как у прилагательных. Давайте почитаем с вами несколько примеров и расширим свой словарный запас заодно. Мы можем спросить во множественном числе «кто это?», «кто то сом?» или «что это?», «цо то сом?». Также мы можем спросить «какие они?», «яки сом?» и ответить «это во множественном числе является тем-то и тем-то». «То сом?», «швежие морхевки», например. Здесь я внизу поставила табличку, чтобы можно подсматривать. И напоминалочка. «Швежие морхевки», «свежие морковки», «свежая морковь» мы красиво по-русски скажем. «Дойжауэ овоцы», «спелые фрукты». «Морэлэ» – это абрикос. «Дойжауэ морэлэ», то есть «спелые абрикосы». Помню, что после «ц», «л» и «е» у нас идет окончание «эл» существительных в мужском и женском роде. «Готованы бураки», «вареные свеклы», «вареные бурачки», «сочистые грушки», «сочные грушки», «груши», «сладкие бжосквини», «сладкие персики», «квашные трускавки», «кислые клубнички», «кислая клубника», «душёны» Баклажаны, «тушёные», «тушеные баклажаны», «морожённые жемняки», «замороженные картофелинки», «сушёные ягоды», «сушеные черники», «сушеные ягоды», «покруёны» «жудкевки», «порезанные редиски», «порезанный редис», «смажёны» «гжибы», «жареные грибы». Мы видим, что у всех прилагательных идёт окончание «э» во множественном числе. Чарные кошульки, червоные спутницы, желанные куртки. Чарные кошульки, чарные подкошульки. Подкошулик – это маечка, которую носим подкошулькой. Красные юбки, зелёные куртки, помаранчовые скорпетки, оранжевые носки, бронзовые гарнитуры, коричневые костюмы, мужские гарнитуры – это мужской костюм, брюки, пиджак. Белые плащи, одноколоровые кроваты, однотонные, одноцветные галстуки, кроват, галстук. Например, мужчина пришёл после работы, уставшись, снял галстук, кинул на кровать. Ну, чтобы как-то запомнить, ассоциировать себя можно так, кроват, галстук. Жёлтые шалики, жёлтые шарфики, фиолетовые чапки, фиолетовые шапки, небеские кошули, синие рубашки, ружёвые сукенки, розовые платья. Продолжаем читать примеры. Пушистые коты, тресованные псы, дрессированные собаки, дрессированные псы. Повторяйте, пожалуйста, вслух. Гадоёнцы-попуги, болтливые попугаи, золотые рыбки, золотые рыбки, годные кролики, золотые кролики. Пэлные пушки, полные банки. Пушка, именно жестяная банка, например, из-под каких-то консервов. Кукуруза, гороши, какая-то рыба в ней может быть, то есть любая жестяная банка. А также пушка называет жестяная банка из-под напитков, например, там, Кока-Кола. Пустые слоики, пустые банки. Слоик, стеклянная банка. Пенкная пуделка, красивые коробочки. Высокие бутыльки, высокие бутылки. Швентечное упакование, праздничные упаковки. Мы по-русски говорим праздничная упаковка, но имейте в виду множественное число. Средний род. У нас здесь упакование среднего рода, во множественном числе существительных, окончание А. Швентечное упакование. Вядра пластиковые. Пластиковые ведра. Ведра пластиковые. Улевные дежды. Улевные, такие проливные дожди. Чеплые края. Теплые края. Мокрые парасолы. Мокрые зонты. Мы здесь видим, что после сдвоенных, после ц, л, е, после с креской, с кропочкой, с точечкой, с черточкой букв у нас идет окончание Э у существительных. Дикие нежведья. После сдвоенных также. Дикие медведи. Менгки. Мища. Мищ. Плюшевый мишутка. Плюшевая игрушка мягкая. Мягкие мишутки. И немножечко слов среднего рода. В единственном числе и во множественном числе. Мы дуо, мы дуа. Мыла, мыла. Желаско, желаска. Утюг, утюги. Яйко, яйка. Ауто, ауто. Радио, радия. Кшак, кшаки. Куст, кусты. Джево, джева. Дерево, деревья. Пюро, пюра. Пюро, перья. Кшесло, кршесло. Мы помним, что это стул, стулья. Поле, пола. Може, моржа. Поле, поля. Море, моря. Задание, задание. Пытание, пытание. Вопрос, вопросы. Можение, можение. Мечта, мечты. Мешкание, мешканя. Но есть также слова, которые немножечко изменяются в корне, в среднем роде. Например, имя, имена. Рами, рамена. Знамя, знамена. То же самое происходит и в русском языке. Мы говорим имя, имена. Знамя, знамена. Их запоминаем. Рамя, плечо, плечи. Плецы переводится как спина. Не путайте. А именно плечо, рамя, рамя, плечи. Плецы слово всегда во множественном числе переводится как спина. Лицеум, лицеа. Музеум, музеа. Планетариум, планетария. Лабораториум, лаборатория. Центру, центра. Мы видим, что в существительной среднем роде, который заканчивается на ум, а эти слова всегда относятся к среднему роду, как бы нам не хотелось мужской род сюда поставить. Ум мы отбрасываем и добавляем также окончание А по основному правилу. Лицеум, лицеа. Центру, центра. Также я прикреплю ссылку на презентацию под видео. Почитайте, пожалуйста. Здесь чуть расширенные правила, чем в табличке. И на что нам здесь с вами нужно обратить внимание. Есть исключения в среднем роде. Например, джетско, джечи. Звеже, звежента. Имя, имена. Челе, челента. Эти слова нужно просто запомнить. Также в женском роде по основному правилу буковка И в существительных ставится после твердых. А после всяких сдвоенных, с крыской, с кропкой целой Е, идет окончание Э. Но если существительное в женском роде заканчивается на Ш, вот эти сдвоенные деграфы, и после этих сдвоенных букв идет нулевое окончание, то есть ничего нет, то мы также используем окончание И. Например, мышь, мыши, жеч, жечи. Давайте еще немножечко примеров почитаем в предвожениях. Их тваже ведзом вшицы людзе. Их тваже ведзом вшицы людзе. Их лица, тваж, она моя, родзе женске. И после сдвоенных у нас идет окончание Э в существительных. Знают все люди. Человек, людзе. Слово-исключение. Мам мокрые доньи. У меня мокрые ладони. Донь. Родзе женске тэш. Она моя ладонь. Донь. Мягкая НЕ. Значит, после мягкого НЕ у нас идет окончание Э. Бежем из особом свое плашче. Мы берем с собой свои плащи. Плашче. После сдвоенных идет окончание Э у существительных. У прилагательных всегда окончание Э, независимо от рода. Зачоу падать дэшчч. Тшеба брать парасоле. Зачоу перед У. Перед Эль с кресочкой. Угонки. Такие хвостатые звуки не читают, не произносятся. Мы произносим просто О. Если бы это было Э с угонки, мы бы читали просто как Э. Зачоу. Начал падать дождь. Нужно брать зонты. Петр вынаймует мешкание, в котором умеблованы сон в шыстке покое. Петр арендует квартиру, в котором с мебелью, обставлены мебелью, все комнаты. Умеблованное, прилагательное Э, в шыстке, окончание Э. Покое, это существительное после целого Е, мы ставим окончание Э. Цурка помогает ставить талеже на столе. Дочка помогает ставить тарелки на столе. Та джевчина масграбные пенкные ноги. Эта девушка имеет стройные красивые ноги. Мосты, заводзоны, соум не только в Петерсбургу, але также, але теж, але рувняш, в Немчах и Станах Зъедночённых. Мосты разводные есть, не забываем, когда множество на числе, и нам нужно поставить какой-то глагол, то мы используем форму соум. Не только в Петербурге, но также, мы можем сказать, теж, рувняш, другими словами, в Германии и США. Отвера мы наши пчоншки и зашиты на пучонку лекции. Мы открываем наши книги и тетради на начале урока, в начале урока. Ещё немножечко примеров. Кони сон бяуэ, кони сон в яблоках. Кони в мягкой ни, значит, усуществительное окончание э во множественном числе. Бяуэ у прилагательных всегда окончание э. Кони белый, кони в яблоках. Кони скачут через поля, по полям. Кохам выдавач пенёнзе. Я люблю тратить деньги. Выдавач тратить деньги. Палацы в Индиях захвыцаем люксусом. Дворцы в Индии впечатляют своей роскошью. Длачэго так чэнсто купуешь новые ножи? Почему ты так часто покупаешь новые ножи? После кропочки, буквы с точечкой, мы ставим в существительных также окончание э. До тэго потребую гвозждзе. Для этого мне нужны гвозди. Главные роли играют, например, Анджелина Джоли и Брэд Питт. Главные роли играют. Например, кто-то играет. Сын читает книгу «Мёртвые души». Прилагательное умытое и высушёное окончание э – жэч. Слово женского рода заканчивается на такую сдвольную букву ч. Напомним, исключение в женском роде. Если слово женского рода существительное и заканчивается на ч или ш, после него идёт на улевое окончание, то во множественном числе мы ставим окончание э – жэч. Мыши – все твои вещи вымыты и высушены. Читайте, пожалуйста, вслух. И запоминаем, какие окончания у нас могут быть в именительном падеже множественного числа не лично мужской формы, форма «онная», когда у нас нет ни одного мужчины.